Всем привет, с вами Мосс и да возрадуется Алды. Ох, сколько я получал в последнее время сообщения о том, Мосс, какие к черту угадайки там, не бог весть, что снимаешь, давай старую добрую фифулю, как в лучшие времена. Знаете, честно, не было у меня планов там в обозримом будущем возвращаться в игрулю, но, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. В условиях карантина все сидят по домам, и действительно, игрухи отличный способ занять себя. Конечно, отдельно стоит сказать про то, как EA к этой ситуации подошли, потому что пока остальные компании-производители дают бесплатные трайлы там, открывают сайты, всякие ништяки подвозят, электроники, как всегда, просто выкатили очередную там порцию паков из бычех, мол, сидите дома, играйте и заносите нам свои денежки. Просто браво! Ладно, ролик сегодня все же не об этом, а о том, как я стряхиваю пыль с вифы, пытаюсь в нее вернуться. Для этого мне, разумеется, понадобилось обновить свой состав. Я собрал новый и весьма боевой сквад, который сегодня вы увидите в деле. И был, кстати, еще один повод вернуться в фифушку совсем скоро, узнаете какой. А перед просмотром я напомню, что спонсором этого видео является самая надежная в своей сфере компания. Спортивных и кибердисциплина в изобилии, а мой промокод MOZ придаст вам уверенности на старте. Ссылку найдете в закрепленном комментарии, не проходите мимо. А теперь приятного просмотра! Так, давайте по порядку. Не считая каток Лиги Фиферы, поводу подкрывать окаянную не было с декабря. Воды не знаю сколько, а вот монет с тех пор утекло знатно. Купленные за шестизначные суммы, игроки сейчас уходят за сущее копье, а с появлением Орды, всевозможных цветных карточек и халявных кумиров, мой основной сквад заметно просел в боеспособности. Миллион припасенных монет в помощь. В срочном порядке нужно улучшаться. Вообще, отложить все на потом и сломя голову ломануться фифушку, меня сподвиг контроллер, да. Вот такой новый крутецкий гаджет мне подвезли. Разумеется, я сразу пошел его тестить. И забегая вперед скажу, что штука тяжелая, удобная, крутецкая. Вот реально видно, что сделано на совесть. Главный ништяк полностью настраиваемые через ком параметры чувствительности стиков и курков. Ход можно сделать подлиннее или покороче, но и кастомизация вообще огонь. В комплекте идут дополнительные цветные кнопки, стики, крестовина и даже боковые панели. Причем, если триггеры отвинчиваются отверткой, то другие детали меняются буквально за секунду, ибо на магнитах. Ну а самым заметным профитом уже в игре лично для меня оказались механические клики кнопок. Если у вас была настоящая геймерская клава или крыса, думаю, вы понимаете, о чем я. Ложные замахи, финты, удары в касание. Все тайминги теперь чувствуются в 10 раз лучше. Знаете, так-то реклама рекламой, но гаджет реально крутой, на голову сильнее стандартного контроллера. Так что, если хотите сделать подарок, там, корюшу на днюху, или себе любимому, что еще лучше, то ознакомьтесь, вся инфа будет в описании ролика. Вернемся к моему обновленному составу. Воротчик все тот же, проверенный сотнями матчей Терштеген. Обычно непродаваемый, но тратиться на цветных смысла нет. Жестче разве что в Андерсар, но там совсем другой порядок цен. В центре обороны дуэт шустрых, пластичных, но одновременно крепких ЦЗ. 86-й Диего Карлос и неповторимый громила с четверкой на финтах, оборотень Кандок Беа. Статы у обоих весьма красивые, воркрейты без сюрпризов и топометрия, что доктор прописал. Слева в защите останется Тейш ЦВЛ-ку. С тенью бегает исправно, а привозит крайне редко и с передачами дружит. Ну а справа вместо обычного Семеду попробуем топовый инфорум Дани Карвахаля. Сдается мне, что эту карточку комьюнити и рынок малец недооценивают. В качестве пары бокс-тубоксов или в зависимости от схемы опорников, выступят СБЧ-шные Паулинио и Видаль. Бразилец, на мой взгляд, вообще топище. И в обороне отрабатывает, и в атаке не портачит. Рождественский Видаль чуть более громоздкий, но если есть чутка лишнего золотишка или непродаваемого хайрейта, можно собрать его в флешбек СБЧ, за который получите воистину топовую карточку уровня прайм-кумиров. Ну а должную сыгранность между ними обеспечивает бесплатный бутерогенью. Да, бэйби, но с охотником бегает и калашматит с обеих ног только в путь. Разумеется, в игре он будет ФРВ, на других позициях он слаб. Слева в атаке один из самых недооцененных, как по мне, вингеров, ака цапников Филиппо Каутиньо. Ясно-понятно, что пейс не 99, но 5 на финтах, 4 на слабый, суперский, дриплинг и передачи, хорошее завершение, юркая моделька. Если не пробовали еще, настоятельно рекомендую. Справа, пожалуй, без комментариев. Подившевевший и ставший доступным для уверенных пользователей Фифы и Лионель. Карточка обычная, но тут и без разноцветных реинкарнаций, понятно, что топчик. Тем более, что в этом году на слабой ноге 4 звезды. На ФРВ, опять же, с игранности ради, стоит 91-й Роберто Баджо. Вот тут играбельность и личные симпатии 50 на 50. По факту, это чуть более четкая версия Каутиньо, и юзать его нужно исключительно на ЦАПе. Ну и на банке у нас затаились еще трое бестов. С ног до головы пятизвездочный мексиканский привет вирусу, Маэда из сезонных заданий и добытый в Велке Виналдум, который в случае чего подлатает центр поля. Стоит все про все, если вычесть стоимость бутры 2,5 миллиона монет. Расстановка в игре будет либо узкая 4-2-3-1, либо атакующая 4-3-3. Под этот скват они обе годятся. Айда проверять боеспособность в Райвлз, а потом посмотрим, как состав можно улучшить. Дружище, не забудь про закрепленный комментарий и мой промокод в МОЗ, по которому ты получишь крутецкий бонус. Учитывая повальный фарм токенов на бесплатных кумиров, составы поначалу попадались изичные, даже несмотря на то, что это 4-й дивизион. А как народец поднасытился, пошли ребята уже более солидные. Почти каждая первая катка получалась упорной, было много ничьих, покажу матчи против самых жирных сквадов. Для начала такой вот скромный замес с Криро, Оборотнем Канте и кучкой добротных легенд. Первые 15 минут мы с Сопчиком изучали друг друга, пытаясь найти ключи от обороны. Центр поля у оппонента злостный, значит надо юзать фланги. Стенка с Каутиньо, навесно набегающего Паулиньо и сумасшедший удар в касание выводит наших вперед. Вот тебе и номинальный опорник. Но времена идут, суть не меняется. Кик-офф, полное замечательство моей команды, и стоило четко произвать ситуацию, как Далглиш сразу сравнивает счет. Смотрим все повторы, козла на сетке и продолжаем. Оперативно выйти вперед не получилось, наоборот, жаришка была уже у наших ворот. Но до перерыва устояли, фееричный по стати матч продолжился в том же ключе. Разве что игра потихоньку стала отодвигаться к вражеским воротам. Но не получилось, не свезло, это только ничья. Второй соперник предложил сыграть против еще более грозного гибрида сразу с тремя Тотти. Козлина снова в наличии, знак дурной и началось ожидаемо, с жесточайшей осады моих ворот. Блоки, сейв, отборы в последнюю секунду, в общем, придавило знатно. Правда, стоило соорудить нормальную контратаку и сразу создаем щекарный момент для Роберто. То ли каши мало ел, то ли сопертаря подвинул, но получилось как ладошки по той самой. Шлепок взбодрил оппонента, потеря на ровном месте, своевременный пас в разрез, и сладкая парочка моих ЦЗ не успевает накрыть Эрнандеса. Кик-оффа не произошло, и почти при равной стате уходим на перерыв. Экшен во втором тайме начался с момента у Бодрогеньо. Идеальный пас, выход один на один, но Соб снова грамотно играет за кипера. Да и в отборах, надо признать должное, любитель фифы по ту сторону экрана был хорош. До поры до времени. Любопытно, что атаку начал Терштеген, отдавший классную закидушку Видалю. Дальше все как по нотам. Комбинация на третьего, и Баджо в касание укладывает мяч в притирку со штангой. Остается еще 5 игровых минут, и наши хлопцы используют их по максимуму. Долгий розыгрыш приносит свой профит. Бутро получает пас в штрафной, принимает с Эр1 и бьет. Кипер тащит, но отскок по классике жанра прямо на Нагулианелю. 2-1, и времени даже на киков у оппонента не остается. Ну и давайте еще одну катку. Тут состав не такой стремный, примерно как у меня, да и началось все бодрячком. Примитивный проход, вертушка от Месси, заблокированный удар, и снова рикошет как по заказу. Но наивный Моз еще не знал, насколько ледяной душ ждал его до перерыва. Начиная где-то с 30-й минуты, защитники и Терштеген не с кожи вон лезли, чтобы не пропустить. Но банки были, и сразу две. Причем в обоих моментах подвели нервишки. Соперник на обычном дриблинге без финтов пользовался моими дрыганьями. И сначала Санчо, а затем в похожей ситуации Дель Пьерро с разницей всего в пару минут превращают лидера в догоняющего. Но сдаваться рано. В середине второго тайма главный тренер делает замены. На поле выходят свеженькие Корона, Маэда и Вейналдум. Дело с Рос пошли в гору. Сначала Корона тащит мяч и делает голевой прострел на Эмилио, а на 85-й минуте уже разбирается самостоятельно. Пять звезд на финтах и слабой ноге реально вещи. За оставшиеся пять минут мы с Сопом создали еще по одному стопудовому моменту и благополучно их запороли. 3-2, закидываем еще одну победу в боевую копилку Моза в Си. Пора подвести итоги. Защита в порядке, середина поля огонь, но улучшить кое-что можно. Во-первых, поставить более крутого Видаля. Сборка дорогая, но игра чела реально знатной. Крайних защитников, если есть голда, можно взять хедлайнеров Тейш и Нальсена Семеду. Слева в атаке, если не канает Каутиньо, пойдет любой бразилец. Будь то халявный Филипп Андерсон или лучше Неймар. Если профукали в свое время СБЧ Паулиньо, пойдет и бесплатный Фред из сезона награды. Ну а связку ЦАП и ФРВ при таком раскладе можно крутить и вертеть как угодно. Например, поставить МПП и какого-нибудь крутого кумира. Либо 95-го Ливандовского под Каутиньо. Тут реально надо плясать уже от бюджета и наличия непродаваемых топчиков в клубе. А к остальным позициям лично у меня вопросов вообще нет. За весьма умеренный бюджет получаем бюстов, которые считай на равных рубятся против топовых сквадов. Я не претендую на то, что этот сквад прям лучше, что можно собрать за определенный бюджет. Но учитывая некоторых игрочков, может не самых заезженных. По соотношению цена-качество получилось очень достойно. Если есть монеты, попробуйте. По большому счету вы ничего не теряете. И, господа, обязательно и непременно напишите в комментариях, какой контент именно по фифе вы бы хотели увидеть в ближайшее время. Потому что, ну, надо как-то скрашивать и свой, и ваш досуг. Постараюсь максимально продуктивно подойти к производству контента. Так что ваши идеи приветствуются. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому ролику, если понравилось. И ищите ссылки на мои соцсети, на инстаграм, на группу вконтакте. В описании ролика будем общаться не только на ютубе, но и за рубежом. Всем пока. С вами был Мосс. Скоро увидимся.